Так, и пошли дальше. Так, снова гармонический осциллятор. Я напомню, что у нас, значит, перебеньян гармонического осциллятора выглядит так, как минус h квадрат на 2m, d2, qdx2, плюс kx квадрат пополам. Это вот, как раз, пример задачи на одномерное движение. Это движение, значит, параболически-копенциальной яме, v от x и x. Значит, этот гармонийян мы используем метод бозе-оператора. Переводим в классический вид, ну, что назовем его, бозе-оператора. Значит, я напомню, что мы в деле операторы а и окрест следующим образом. А это единица на корень из двух, x плюс d по dx, где x и d по dx это безразмерные, уже безразмеренные величины. Фактически это величины, которые измеряются в единицах, ну, соответственно, в единицах и в обратном. Эй, корень из h на m омега, где, в свою очередь, омега, это корень из k делить на m, это характерная частота, это характерная длина осциллятора. И вот здесь вот x в единицах эй, и здесь тоже x в единицах эй. Вообще-то безразмерные величины. И оператор а и окрест мы вводили так, единица на корень из двух, x минус d по dx, потому что d по dx это оператор антиадмитов. Ну и вот, переходя к новому оператору, мы преобразовали оператор Габбинтона. Он у нас приобрел очень простой вид. h омега на n плюс 1 вторая, n с крышкой, где n это оператор, а окрест на а, а окрест на а. Ну и кроме того, операторы, а и окрест они удовлетворяют возрастским перестановочным соотношениям, значит, для них работает вся алгебра ВЗ-операторов. Вся алгебра, то есть а и окрест меня удовлетворяют перестановочным соотношениям ВЗ. Значит, для этих операторов вся алгебра ВЗ-операторов применима. Ну вот мы эту тяжелую артиллерию используем. Итак, начинаем решать какие-то конкретные задачи. Задачек довольно много, и вот на зачетных экзаменах всякие задачки, значит, из этой вот оперы, они все появляются. Ну вот я вам пример приведу. Вот сейчас у тебя, ребята, ходят в 4-х вопросах, или пересдачу. Вот. Какой-то пример вот задачки, на которые попах и садятся. Ну вот такой пример. Рассчитать матричный элемент вот такого вида, ну, скажем, М, дальше, Х в степени, ну, К какой-то, да, Н. Ну, то есть, фактически, это матричный элемент, это состояние, это собственное состояние задачи гармонического стерлятора, я напомню, что Е, Н у нас мы нашли, Е, Н это у нас H омега, Н без крышки, плюс 1 вторая, да, Н, напомню, 0,1,2 и так далее. Вот. И функции тоже мы нашли в прошлый раз. Пси, Н. Так вот, такой матричный элемент рассчитать. То есть, это фактически интеграл, Пси, Н, компресса, сопряженная, Х в степени К, Пси, Н, Д, Х, вот, минус бесконечность и плюс бесконечность. И вот. То есть, просто задаются конкретные значения Н, К, и Н, посчитать. Ну, я наугад скажу. Назову 125х7 321. Чему равно? Вот, на вскидку сразу. Чему равно? Так, ноль не ничем. О, правильно соображаете. То есть, это то случай, когда соображать не надо, как раз. Надо сразу говорить, что ноль просто. А почему ноль? Это второй вопрос. На единицу должно включаться. На единицу, вроде, должно включаться. на единицу. О, то есть, как не тепло. Ну, я бы сказал так, тепловато. Не тепловато. Не на единицу, а что там, икстер, Нечетный. На семью Орку. И, точнее говоря, не больше, чем на семью, да это еще не все. И вот, прошу нас, то мы как раз пример такого типа маточных элементов рассматривали. И, вот, давайте мы сейчас остановимся на том, на тех общих принципах, который позволяет сказать, ноль, не ноль, во-первых. Ну, я вас будет рассчитать, если он не ноль. Итак, общие принципы. Смотрим. икс в седьмом. Икс в седьмом. Я икс перевожу через операторы аэрокрест. Но дело в том, что напрямую считать, вот, мы с вами же договорились, напрямую считать вот это вот матричный элемент, это безнадежно. Дело в том, что функция ПСИ-125, я уже говорил про функцию ПСИ-321, содержит больше полусотни слагаемых типа степень на экспонент. Давайте я, то, что мы в прошлый раз писали, уже воспроизведу все, но фикс. Это есть значит, множитель номеровки С0, я не помню, как вы его обозначали, скажем, С0, дальше единица на корень из двух в n степени. А, ну да, единица на корень из двух в n степени, чтобы как-то записать. Корень из 2 в степени, вот так. Дальше А плюс А крест или А минус А крест? А минус А крест вот так вот. Нет, я что-то неправильно пишу. Д минус. Х минус Д под Х, не допишу. У вас там написано даже в n-ной степени. Так. Это как раз А крест на Пси-0. На Пси-0. А, еще здесь вот n-фактериал, по-моему, на корень. Курень из n-фактериал. Вот так. У вас там точно написано, но в прошлый раз красота, так что-то, да. Где Пси-0? А, нет. С0, если я вытащил, значит, Пси-0, опять же, тоже неправильно. Просто е в степени минус х квадрат пополам. Вот как надо. Вот реально записано эта функция, да? Аккуратненько все равно. Вот эта функция. И фактически по-другому это можно записать в виде полинома Эрмита, hn от x на е в степени минус х квадрат пополам. Как мы это делали? Ну, а значит, полином Эрмита это полином по степени амикс с максимальной степени х степени n. Причем это функция четной при нечетных n и нечетной при нечетных n. Поэтому считать явно вот этот интеграл, этот матричный элемент, это просто безнадежно будет. Здесь это сотни интегралов вам придется считать таких, как говорят, гауссовых интегралов, то есть интегралов х в какой-то степени на е в степени минус х квадрат dx. Это безнадежно. А вот с помощью базы алгебры это делается арифметически, буквально. Итак, что мы видим? Во-первых, х надо выразить через делиться на корень из двух а плюс а крест. Опять же, повторяю, безразмерный х. Вот. Ну, а дальше, значит, рассуждаем так. Здесь седьмая степень х. Значит, седьмая степень х будет содержать разные комбинации операторов а и а крест. Значит, а в седьмой степени будет, а крест в седьмой степени будет. Потом будут комбинации произведений семи операторов а и а крест, семи аграторов всегда, но число операторов рождения и уничтожения, повышения и понижения. Ну, разум будет, конечно, да. Ну, какой вариант? Возьмем, скажем, а вот такие вот порядки, скажем, а в первой степени, да, на а крест в шестой степени. Ну, и так далее, да. Вот. Ну, самое главное, надо обратить внимание, что там, где у вас будет смесь произведений стоять, но я не буду все расписывать, да, то есть там, где у вас произведение будет стоять и а, и а крест. Надо иметь в виду, что комбинация а на а крест или а крест на а, она вот, действуя на функцию psi n, оставляет функцию psi n той же самой, ну, коэффициент какой-то выбрасывает. Ну, то есть что-то означает, давайте я поподробнее напишу. Это означает, что комбинация вида а крест на а, это же n просто, так, на psi n. Это n без крышки psi n. Вот и все. Ну, или наоборот, а на а крест на psi n. Это n плюс 1 всего лишь, так, на psi n. Это очень важно. То есть, вот действие такой комбинации, где одинаковое число операторов рождения, уничтожения, оно функцию не меняет, оно только умножает ее на число. Вот пара а и а крест. Тогда здесь остается, что а крест в пятой степени еще. Но свойства оператора а и а крест мы их тоже знаем, выписывали в прошлый раз. Напомню, а в psi n корень из n в psi n минус 1. То есть, на единичку оператор а понижает n, а оператор а крест наоборот повышает n на единичку корень из n плюс 1 в psi n плюс 1. Поэтому комбинация а в седьмой будет повышать n на семерку. А в седьмой понижать n на семерку. А вот эта комбинация будет повышать n на пятерку. Потому что а на окрест не будет менять n вообще. Что это значит повышает на семерку, понижает на семерку и так далее. А это означает следующее. Вот смотрите, x в седьмой действия на эту функцию будет что делать? Слагаем разность здесь, да, и много же здесь еще. Сколько там? 2 в седьмой степени еще, сколько? 2 в седьмой это же. 128, да? 2 в седьмой. Слагаем. Но средние будут а в седьмой а в седьмой а в седьмой ну и так далее. А в седьмой функцию psi 321 перейдет в функцию psi 314 а в седьмой а в седьмой эту функцию переведет в функцию psi 328 ну вот так вот. И какой-то коэффициент выбросили. Вот. То есть в результате слагаемое ну я вам пример приведу слагаемое с x с а в седьмой скажем, да? Вот считаем что 25 а в седьмой отсюда а в седьмой 327 что получается? Правляется некая константа то есть вот мы 7 раз оператором сюда действуем каждый раз вот этой формулой пользуемся ну то есть будет один раз корень 321 корень из 320 корень из 319 корень из ну и так далее 7 раз. не буду я себе переписывать будет просто константа какая-то. А дальше вот что останется 125 ну а теперь функция-то новая будет psi 314 ну а это ведь что такое? Это 0 0 вот эта штука 0 это интеграл отонормировки в этом интеграле встретились psi 125 и все 314 dx но так как здесь m и n разные это 0 это 0 ну и мы теперь легко видим что если вот эта вот штуковина да а в седьмой не смогла 321 довести до 125 а только в этом случае у меня из-за этого правила не 0 получится да все в целом это 0 конечно уже все остальные слагаи будут наоборот либо меньше чем на 7 понижать 321 то есть на 5 на 3 и на 1 варианты только на 5 на 3 и на 1 ну и во вторых значит все слагаемые с операторами типа окрест в седьмой они будут либо повышать на единичку тройку пятерку семерку только на четные ну вот вы видите здесь а я окрест не отобрал осталось окрест в пятый поэтому только на 5 можно будет поднять но потом такая пара еще а на окрест дважды может встретиться в произведении значит тогда только на тройку этот оператор будет повышать это раз итак если у вас m и n отличаются при их седьмой больше чем на 7 0 не важно какие они являются 0 но если они отличаются меньше чем на 7 в принципе эта штука может быть отличной от 0 но может быть и нулёк пример вот здесь вот все равно 0 всегда 0 почему а вот смотрите вот эта функция нечетная потому что нечетная n эта функция тоже нечетная потому что нечетная n значит произведение этих функций в интеграле ну под интегральной функции будет четным а их седьмое нечетное то есть в целом под интегральная функция в этом матричном анеме в этом интеграле она нечетная ну а интеграл от нечетной функции 0 поэтому вот я беру теперь другой интеграл другой матричный элемент возьму вот здесь вот ну так чтобы у меня попадала в эту разность ну сколько надо взять 125 ой я не собажу даже 200 200 200 а вот 200 просто я возьму ну я возьму не 200 а 201 201 вот такой например матричный элемент посчитать надо видите здесь формально 201 ну добавьте 125 плюс 201 будет 326 да 326 и 321 отличаются на пятерку вроде бы нормально все да но смотрим опять под интегральной функции в этом случае будет ничего будет интеграл 0 поэтому для того чтобы этот интеграл был отличен для нас чтобы здесь было чётное обязательно степень чёрный 200 например а пойдет уже вот уже 200 пойдет 200 ну я не буду говорить о том что если интеграл матричный все равно посчитать надо будет да нет хотя видите в некоторых случаях он считается сразу моментально невзирая на высокие степени здесь есть ну что я имею ввиду вот здесь вот как раз кстати здесь можно было бы и посчитать здесь видите как раз разница 121 на 4 это значит надо из x в двухсотой степени вот с помощью такой подстановки вы подставляете вы получаете а плюс окрест в двухсотой степени и потом из вот этой двухсотой степени нужно извлечь терминации а и окрест который бы вам на четверку меняли ну вот это вот n понижали на четверку скажем так вот тогда матричный будет отличен от нуля вот примерная логика какая ну на практике я немножко задаю обычно задачки ну не то что попроще может они наоборот посложнее ну то есть поближе скажем ну вот такого типа варианта скажем x там в квадрате здесь скажем ну 21 вот так ну видите здесь принцип опять же какой ясно что для того чтобы этот матричный равен был отличен от нуля нужно выполнять несколько условий значит во первых x квадрат может изменить ну вот это например число n я его назову да не больше чем на двойку ну и в другую сторону не больше чем на двойку раз ну тут нормально вроде видите здесь как раз стоит двадцать но дело в том что x квадрат может изменить только на двойку туда или сюда либо на ноль а тут надо на единичку все значит ноль но тот же самый ноль можно получить по-другому проинтерпретировав последний результат функция нечетная функция нечетная здесь функция черная под интегральная функция будет нечетная опять ноль вот этот ноль последний связан с нечетностью он не явно с чем связан еще раз повторяю с тем что x квадрат комбинация меняет n только на ноль либо два в ту единственную сторону на единицу не меняет потому что это четная комбинация а четные степени x могут менять n только на четное число в другую сторону то есть четная степень на ноль плюс минус два плюс минус четыре и максимально на 2 степени так вот это очень важный момент на самом деле ну а теперь давайте такие посчитаем ну какие то в общем практически важные значит интегралы матричные элементы прошлый раз мы не досчитали до конца среднеквадратичную амплитуду а может досчитали я честно не помню мы сейчас быстренько считаем итак x квадрат средний посчитать средний квадратичная амплитуда улучшение квадрат в любом состоянии гармонического стилятора как считается ну вот пишу это равняется интегралу n x квадрат n ну я все подробно буду расписывать это я повторяю считается на самом деле это в одну строчку это вот такой диагональный матричный элемент по определению среднего как мы в прошлый раз об этом говорили отличие от нуля матричный элемент ну смотрим вот то же что мы говорили x квадрат может менять либо на ноль либо на плюс-минус два ну здесь на ноль как раз пойдет то есть этот матричный отличие от нуля общения как он считается ну все я беру x через а плюс окрест в квадрате так продолжаем равняется 1 2 здесь квадрат матричный n a плюс окрест a плюс окрест в квадрате n равняется 1 2 ну а теперь смотри я в квадрат возвожу a плюс окрест что я получаю а в квадрате а в квадрате как раз то что меняет на минус 2 окрест в квадрате это то что меняет на плюс 2 то есть окрест в квадрате действует эту функцию переведет ее функцию с n плюс 2 ну и наконец два перекрестных есть здесь слагаемых а на окрест и окрест на а здесь уголовного произведения нету конечно а вот эти комбинации они как раз не будут н минет значит только они останутся здесь только они дадут не нулевой вклад и так пишу равняется n и так оставляет только комбинации вида а на окрест плюс плюс окрест на а n равняется ну а это вот есть н как раз так а это n плюс 1 то есть это 2 n плюс 1 здесь оператор ну в среднем значении его вы получаете просто крышку убрав то есть заменяя n на n среднее n просто итак ответ 1 2 2 n плюс 1 все подвесим дождал чем независимо от n обратите внимание при больших n если мы считаем этот интеграм не пользуясь методом базе карат это жуткий интеграл ну правда единственное что надо размерность придать мы помним что мы работаем с безразмерными иксами значит если размерность придать надо умножить еще на квадрат длины то есть на l квадрат так что ответ так будет выглядеть l квадрат пополам 2n плюс 1 вот среднее значение квадрата длины ну а амплитуда среднеквадратичная амплитуда это корень квадрат из этой величины вот именно с этой величиной связывает амплитуду в осилляторе как среднеквадратичная величина потому что среднее излечение амплитуда среднее излечение икса равно нулё просто но отсюда мы видим что видите с ростом n амплитуда в среднеквадратичном будет расти пропорционально корню ну и при n равном нулю это основное состояние гармонического осиллятора это отличие от нуля значит мало чем отличается от соответствующей величины при равном единице то есть от первого дружёного стоять то есть единичка а при равном единице это тройка то есть среднеквадратичная амплитуда отличается корень из трёх всего для основного и корон дружёного стоит ну а дальше она поднята корень из пяти корень из семи корень из девяти вот простой интеграл самый простой пожалуй здесь матричный элемент ну и я в прошлый раз говорил что поскольку потенциальной энергией считается как кх квадрат вернее выражается как кх квадрат пополам то среднее изучение потенциальной энергии в n состоянии можно очень просто посчитать вид просто умножить величины с квадрат среди на к пополам и мы получим то что дает вам h омега на h омега пополам на 2 вот так ну вот пожалуй все с гармоническим инстиллятором то есть можно продолжать задачки повторять что на занчете экзамене на контрольник это будет такого типа задачки я в следующий раз одну контрольную уже дам семестровую как а ближе к сессии будет еще одна контрольная ну а сейчас идем дальше значит мы с вами теорию момента количества движений прошли так сейчас вот порешаем задачи на на спин хотя некоторые задачки мы с вами уже даже и порешали вот но на спин задачек очень много даже тут можно предстоящее заниматься и так задачи на момент количества движений задачи на момент количества движений на самом деле вот видите как каждый ну физфак мы говорим так каждый физфак ну в том или ином университете он имеет свою специализацию вот даже физфак ну так физики более того мы как-то так довольно тесно приобретены потому что ну я уже рассказывал там все время замзав кафедры нашей физики там был бывший кафедры физики потом вот и вообще на физике много народа работает которые математики очень с нами старший физфак но тем не менее есть некая своя специализация ну вы знаете вот вот и все же слышали там есть это радиохимии там скажем то есть то что с ядерной физикой связаны но у них специализация не ядерная физика как фундаментальная какая-то а ядерная физика в таком прикладном отношении разделение затоп у них выпускники там волом повалили все время как сейчас скажем там стоят эти самые центрифуги которые раньше гоняли эти изотопы разделяли изотопы для наших бомб ну как я понимаю сейчас они работают на американских бомбах которые потом нас в принципе будут они быстро очень сориентировались вот они из всего нашего военно-промышленного комплекса вот Верхнемец я думаю был одним из первых что тут же продался сразу всю свою продукцию продал на запад то есть это сейчас ну раз по-моему контролируется просто ядерный ну это видимо министерство энергетики соединенных штатов занимается этим делом там всякая наука в штатах это министерство энергетики такой-то монстр такой ну там второй монстр а может быть первый как ни странно это знаете министерство здравоохранения в штатах потому что там деньги тоже гигантские ходят вот то есть вот там вот эти вот убийцы там и работают физиковцы на Соединенные Штаты Америки работают вот ну а мы тоже по-своему на Соединенные Штаты Америки работаем почему потому что сегодня в основу все публикации наши идут журнал-то американский международные журналы это фактически американские журналы так деньги там америкации либо статьи наших ученых нарушенных работ они публикуются в наших журналах например наши журналы церемонии физики наши ведущие журналы журнал физика твердого тела дальше журнал физика полупроводников дальше журнал оптика и спектроскопия это вот ведущие журналы ну первые два вообще физики а остальные вот три это физика консервное состояние но все эти журналы они принадлежат американцам то есть все хотя названия остались те же сами и все но все они принадлежат американцам то есть это журналы которые финансируются американским физ. обществом АПС Американский филосайти вот и так что это журнал ужаснее американцев хотя вот повторяю они выходят на русском языке ну правда они принимают практически сейчас все по-моему на английском они принимают статьи но тем не менее эти статьи даже если они пришли по-русски они переводятся на английский и английские варианты выходят уже на западе вот и я уже говорил что единственное что это еще и автор денег за перевод ну там такие ну ну я все я получил следующее на эти деньги как-то жить можно было неплохо на деньги за публикации в журнале там же это это хорошая статья ну ну правда от числа с автором зависит что с автором не если если один ну если большая статистика тысячи долларов получит представьте себе что это значило скажем 70-е годы 70-е годы вот многое значило здесь чувствовал себя человек пришел пассаж который сейчас разгромили там на 4 этаж их нам долларов не давали а нам призывали конвертик его за статьи посылали конвертик чеки красивые бумажки вот это типа такого на этого как раньше в советской власти было там денег практически не беду и ничего не значили вот а много значило то что называют телефонное право там люди понимают вася ты там отпустили вот его сейчас придут тебя ты его отпустили там бумажка приходишь с бумажкой илья сам ну всех собственно и с тобой бумажка приходишь куда-нибудь а на бумажке написано Петр Иванович отпустил этого товарища 150 метров антенного капеля вот видите наши капель вот антенный капель тянулся до вычетного металла это вот в конце 80-х годов мы должны были подключиться к ВЦ как терминалы на секретных столях надо было достать это невозможный был у меня был аспирант у которого папа был зам директора глава советуралства вот если между прочим директором глава а это был не аспирант его папа зам директора глава это очень высокий вот этот петр ефимович мне такую бумажку дает я себе бумажку иду лавс совет дуралс лапс вот хорошее название по человеку в здании в офисе там это располагалось другому даю бумажку тоже большому человеку который потом уже модератором стал полностью нашей переросли вот он а он пишет уже бумажку и звонит куда-то валя выдай вот сейчас тебе придут выдай значит 150 метров и вот подключаем эти 150 метров туда и еще триминал а вот смотрим как-то раз кто-то взял и вырезал нам это продвину а дефицит я вчера раньше просто взяли вырезы паразиты в дом паразиты ну правда сказать что мы так и не использовали даже если бы не вырезали мы все равно использовали почему? потому что это было время когда техника менялась очень резко быстро все и мифатическое решение персоналки и нам это уже в оценке ну ладно понимаете? вот так все было интересно ладно у нас не перешли так? давайте это делается просто хорошо